Победная весна 45-го В постановке, посвященной передаче символов седьмого этапа эстафеты «Салют Победе в Заречье», у Полины Веретиной главная роль. Маленькой девочкой она буквально проживает каждый день тех страшных лет. Я была девочка Ада, которая на войне. И у меня была кукла. И моя мама. И мой папа как будто он уехал на войну. Это по театралке у меня. А по танцу у меня то, что я девочка, которая заснула. И как будто попала, когда война была. А Великая Отечественная маленькая Полина узнает из школьных уроков, из военных песен и на занятиях в театральной студии. Немного помнит своего дедушку и его красивые медали. Для этих ребят страшное военное время – страница истории. Но память о нем необходимо бережно передавать молодому поколению, уверен Владимир Веницкий. Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, он конечно неизмерим по своему значению. И в нынешнее время, когда во многих странах, скажем так, Запада, пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, мы как люди, которые испытали эту войну на себе, наша страна, мы должны чтить эту память и передавать ее другим поколениям. В этом и состоит главная задача эстафеты «Салют Победе». Из города в город переходят воспоминания о великом подвиге. Патриотическая эстафета в этом году, посвященная городу-герою Смоленску, продолжается. Граната, РПГ-40, клятва партизан и Знамя Победы торжественно переданы в территориальное управление Захаровское.